Я на Маломихмате в ближайшее время прочту за эти пару месяцев небольшую серию лекций под такой общей достаточной эгидой от нервной системы к поведению. То есть начнем мы с разбора принципов построения работы нервной системы, а потом начнем разбирать весь тот сложнейший блок, который принято называть «поведение». Зовут меня Андрей Николаевич Квашенко, если вдруг кому интересно. Ну и давайте начинать. Насколько я понял, на предшествующих лекциях вы немножечко познакомились с тем, как устроенные живут клетки. Типовая клетка нервной системы называется нейрон, нервная клетка. Ну а теперь давайте, только единственная просьба, когда я буду просить вас ответить, не надо устраивать общего кругляжа, а люди, у которых есть свое мнение, поднимайте руки и будем так, по очереди кружок слушать варианты ответа. А кто понимает, а зачем вообще нужны нервные системы? Что это такое и зачем они нужны? Ну, у кого какие идеи? Прошу вас, ваша рука первая. Может быть, нервная система служит для того, чтобы следить за всем организмом, как они работают? Хорошо, следит ради интереса. И все. Классно. Ну, то есть, нервная система – это такая часть организма, которая получает удовольствие от подглядывания и подслушивания. Из вашего определения следует примерно это. Прошу вас. А мне кажется, нервная система нужна, чтобы определять опасность. Когда что-то угрожает нам, допустим, коже, она дает знать об этом мозгу, и он как бы делает... А мозг – это не нервная система? Мозг – это не нервная система? У вас как получается? Нервная система дает знать самому себе про опасность. И это вроде как-то должно помочь всему организму. Вот, ребят, если вы хотите когда-нибудь, в чем-нибудь, как следует разобраться, неважно, биология, математик, физика – ну, просто совершенно неважно. Проверьте себе. Попробуйте к своей бабушке, дедушке, там, я не знаю, любому человеку, который в предмете некомпетентен, словами объяснить то, что вы помните. Вот если вам удастся объяснить так, чтобы другой человек помнил, это значит, что вы действительно разобрались. Если вам не удастся сформулировать словами, значит, вы сами ничего не поняли. У вас иллюзия понимания, а не настоящее понимание. Я так прошу вас. Ну, я думаю, что, я везде не буду, что-то ощущаю, жарко, коло. Так, а ощущаете? Во-первых, сразу возникает вопрос, а кто ощущает? Сама нервная система ощущает? Или кто-то, который в ней внутри сидит? Как внутри нервной системы сидит маленький человечек и что-то ощущает? Это во-первых. А во-вторых, а зачем это надо? Что-то ощущает? Да, прошу вас. Я думаю, что мы даем нервным нашим нервам, как головной мозг посылает по нейронам информацию, то, что мы можем, что мы должны сделать. Собьем уступную нерву и так же, как мы дотракимся для чего-то и понедлимся дохода нас, то, что мы не должны дотракиться до горячего, то, что не до холода. О, барышня, я вас поздравляю, вы первый человек, который вышли за рамки чистой переработки информации. Вы, наконец, перешли к самому главному. Зачем нервная система перерабатывает информацию? Да, чтобы действиями управлять. Не ощущать, чтобы ощутить. А информация является сигналом, необходимым для управления действиями. Без этой информации вы бы ничего делать не смогли. Ни вы, ни какое другое живое существо. Итак, главная задачка нервной системы. Кто это не понимает, лучше записать. Управлять деятельностью организма, причем в двух разных аспектах, две совершенно разные группы задачи. И по степени сложности, и по типу организации самих программ. Вот как по-вашему, берем самых разных людей на свете. Тем не менее, если берем не от тех, не жертв каких-то катастроф и чего-то, нормальных людей. У всех у них две руки, два глаза, один, как нет. Это не жертва катастрофы. Но за год же рождаться такие действия. Еще раз я говорю, мы берем нормальных людей. У нормального человека. Это один желудок, одно сердце. То есть, основной набор внутренних органов. У всех одинаковые? Ага. Все процессы, которые идут внутри, в принципе, у всех одинаковые? Если человек не болен и здоровый, отлично. Руководить и управлять этими процессами НАТО? Совершенно необходимо. Итак, первый лог задач. Это управление процессами внутри организма. При том, что у всех у нас организмы построенные работают примерно одинаково. Итак, управление процессами внутри организма. Второй блок задач совершенно иных. Нервная система получает информацию из внешней среды для того, чтобы планировать активность организма во внешней среде. Куда переместиться, на что нажать, от чего откусить, от чего оттолкнуться и так далее. Как будет называться вот это, одним словом? Система активности во внешней среде. Как называется? В русском языке каким словом будет? Раздражимость. Раздражимость – это свойство клеток. А вот то, что делает организм. Как вы? Может быть, это пространственная ориентация? Ой, ребята, как сложно. Все намного проще. Организм дрыгнул левой ногой, подпрыгнул на месте и закопался. Движение. Движение. Ну-ну-ну-ну. Поведение. Поведение. Движение – это отдельные элементы этой картинки. А все вместе картинка называется поведение. Итак, вторая группа задач – это управление поведением во внешней среде. Отлично. Ну, в сложных нервных системах, типа нашей свадьбы, будет происходить даже анатомическое разделение этих центров, где будет сидеть нейрональное объединение, управляющее внутренними процессами, и в других местах будет сидеть, соответственно, объединение, управляющее внешней активностью. На будущее, вот та часть нервной системы, которая занимается регуляцией внутренних процессов, называется вегетативная нервная система. Или просто вегетатика. Это часть нервной системы, занимающаяся регуляцией внутренних процессов. Работой кишечника, работой сердца, работой легких, работой мускулатуры, регулирующей просвет кровеносных сосудов, работой желез. Вот это все управляется вегетативным подразделом. Хорошо. Вторая часть нервной системы. Планирует, контролирует и реализует систему движений в окружающем мире. Составляет общую стратегию вашего поведения. Вот эта часть нервной системы будет называться соматическая нервная система. Соматическая. Организация работы этих двух подразделов, в общем-то, достаточно разная. Об этом мы с вами еще в дальнейшем будем говорить достаточно много. Ну вот на том уровне, на котором мы сейчас находимся. Давайте подумаем о принципе, для какой системы можно заранее написать некоторое количество программ. Так, ну как для компьютера, пишут компьютерную программу. После этого нажал на кнопку, и она работает. Так, значит, ну вот я составил некоторое количество управляющих программ для верхней подсистемы и для нижней подсистемы. Так, запускаю их, и они работают, контролируя те или иные процессы. Скажите, для какой системы это сделать проще, а для какой сложнее? Для вегетативной проще или сложнее? Проще. Проще, почему? Потому что это находится внутри организма, и там как бы нет изменяющихся... Да, в том-то и дело, а там переменных факторов пограничное количество. А можете ли вы заранее учесть все возможные изменения во внешнем мире, которые могут произойти вокруг вас? Вот заранее просчитать. Нет, это дело не просчитывается. Ну и как вы заранее будете прописывать программу поведения в той ситуации, которая не просчитывается? Просто никак. Частную программу так прописать нельзя. Значит, поэтому принцип организации вот этих программ и вот этих, конечно, немножечко разный. Значит, как примерно они составляются, потом с вами поговорим. А сейчас? Ну а сейчас давайте смотреть. Мне показалось несколько тревожным то, что в ответ на вопрос, зачем нужна нервная система, к идее регуляции действия, пришел один единственный человек из всех. Все остальные выдавали такую созерцательную картинку, воспринимаем, чтобы воспринять. Нет, ребята, сигнал принимается за тем, чтобы управлять действием, а иначе он просто не нужен, никакой сигнал. Значит, в свое время, очень давно, три века назад, в естествознании появляется термин рефлекс. Будет этот термин никакой не медик, никакой не биолог, так? А один из знаменитейших философов того времени Рене Декарт. С Декартом вы можете быть знакомы по Декартовым координатам, так? Ну вот эти вот векторные сеточки, которые вы учитесь составлять на физике, на математике, для того, чтобы располагать рассчитываемые точки в рамках этого поля и получать некоторые свои выводы. Значит, Декарт вводит представление о рефлексе с очень простой целью. Для того, чтобы проанализировать поведение человека. Есть такие действия, такие мысли, такие возможности у человека, которые сводятся к движениям души, сознания, усилиям воли и так далее. Высшее человеческое поведение. Есть такое. А есть такие действия, которые не требуют никакого напряжения воли, сознания, памяти, мышления. Есть, конечно, масса. Вот такие автоматические действия Декарт и предложил назвать рефлексом. В течение XIX века на фоне развития микроскопии, на фоне развития экспериментальных методов, увеличивается степень подробностей информации о строении нашего тела, становится более-менее понятна роль нервной системы. Ну, допустим, в позднее Средневековье, как люди представляли себе роль головного мозга. Ну, и даже в эпоху Просвещения еще. Но то, что мозги есть внутри головы, знали чисто экспериментально. На войне расколотый череп, смотрим, что внутри, внутри вот эта серая масса мозги. Вопрос, зачем нужно? В Средневековье прочитает холодильник. Да, именно так. Холодильник, остужающий кровь. Не более того. В XVII-XVIII веке веществознания появляется, в это время интенсивно исследуется явление электричества. Никакой общей теории электричества еще не существует. Появляется представление о флюиде. Значит, представление о флюиде совершенно не соответствует современному представлению об электричестве. Значит, флюид магнитный, флюид биологический, флюид космический. Все это дело смешивалось в одну некоторую емкость. Делить это дело начали уже позже. Так? Значит, и тогда появляется идея того, что головной мозг – это генератор флюида. Так? Значит, флюид представляли, еще раз говорю, теоректричества не было. Считалось, что флюид – это такая сверхтекучая жидкость. Совсем-совсем легкая, совсем-совсем прозрачная, поэтому ее не видно. И от головного мозга по тоненьким-тоненьким трубочкам флюид растекается ко всем органам и заставляет их действовать. Так? Значит, что считали этими трубочками? Скрываем человека, уловной мозг, а от него по трубочкам течет флюид. Что такое эти трубочки? Нервы, нервы. Дело в том, что на вскрытии, вот на препарате, нерв будет выглядеть достаточно заметно. Выглядеть он будет реально, как трубка. В чем дело? А нервные волосы, на самом себе, отростки, длинные отростки клеток, аксоны, они прозрачны. А поверх аксонов накручены клетки спутники, клетки миелинового слоя, нервляжные. А вот они как раз не прозрачны. Поэтому, если мы специально вот этот отростчик не окрашиваем, то под микроскопом что мы видим? А под микроскопом мы видим трубу. Ну, потому что вот этот стержень проходящий, он кажется прозрачным. Вот она трубка. Ну, отсюда идея, что приведет от жидкости. Если у нас есть некоторая емкость, от которой расходятся трубки, то значит по этим трубкам что-то течет. Так? Значит, с возникновением развитой химии, с возникновением электрохимии, стало понятно, что никакого такого глюида нет. А есть биохимические процессы, идущие на мембрану вот этой вот клетки, да, нейрона, которые вызывают движение заряженных частиц. Ну-ка посмотрим, кто из вас знает, каким словосочетанием физики называется направленный поток заряженных частиц. Что это такое? Электромагнитное поле. Упаси Богу. Поле это одно, а частица это другое. Электрический топ. Нет, нет. Волновые характеристики как раз электромагнитные поля будут. Значит. А мы с вами говорим про поток частиц. В физике такой поток заряженных частиц называются электрический топ. Отлично. В результате, значит, по мембрану нейрона проскакивает, на самом деле, короткий электрический импульс. Чем он отличается от того электрического тока, который идет, допустим, сквозь вот эти лампы. А кто знает, как человек использует в своих электрических приборах, движение каких заряженных частиц? Электрон. Значит, у нас электронный ток идет через провода. А какие, ну может быть, кто-нибудь из вас знает, какие еще заряженные частицы бывают? У позитронный. У позитронный. У вас их хватанули, действительно. Позитроны бывают, но их здесь не очень много. Иначе бы мы все анагилировали к чертовой матери. Позитроны это античастицы. Сталкиваясь с частицами, они должны полностью превратиться в чистую энергию. При столкновении пары электрон-позитрон, они исчезают. И на их месте возникают два мощных фотона. То есть, все превратилось в энергию, произошла аннигиляция. Так что позитронов здесь не очень много, уверяю вас. Протоны в атомных ядрах сидят. Йонные. Так вот, важнейшую роль в биологических системах играют как раз йонные токи. Движение заряженных частиц, которые называются йонами. Единичный нервный импульс, по-английски такой процесс называется спайк. Это очень кратковременное, занимающее всего несколько соток секунды, быстрое движение йонов сквозь клеточную мембрану. То есть, коротенький электрический сигнал, который умеет распространяться вдоль по всей мембранной нервной клетки. Распространяется он хитро, не запухая. Если уж он возник в одной точке, он обязательно пробежит по всей мембране. И может быть передан от одной нервной клетки к другу. И вот это самый хитрый момент. Первое название для нас в дальнейшем важнейшее будет. Нервные клетки, которые способны формировать спайк в ответ на какое-либо воздействие, будут называться словом рецепторы. Итак. Рецепторы. Это нервные клетки. Способные формировать нервный импульс спайк в ответ на... в ответ на определенное воздействие. И у меня в связи с этим вот такой вопрос. На предшествующих лекциях, вот, те из вас, которые не первый раз пришли, а до этого посещали лекторию, немножко шла речь о том, что такое спайк и как он формируется. Хотя бы слегка. Не разбирались. Ладно, в дальнейшем поговорим. Дело в том, что и на вашем уровне вполне можно составить модельки, объясняющие, откуда берется сам нервный импульс, что это такое, как он распространяется по мембране. Но этим мы тогда не сегодня, а дальше будем обязательно такую вставочку сделаем, чтобы у вас здесь не оставалось непонятных каких-то. Хорошо. Итак. Вот у нас есть клетки-рецепторы, которые могут при воздействии некоторого изменения сформировать спайк. Теперь. Рецепторы делятся на несколько разных типов. Первый тип. Значит. Рецепторы первого типа можно нагреть, можно облить кислотой, можно на них накричать. Так? Значит. И они все равно при этом никакой спайк не сформируют. А вот если их осветить, то в ответ на свет, они сформируют ответ. Возникнет электрический сигнал в их мембране. Такие рецепторы будут называться фоторецепторы. Фоторецепторы. Итак, в них возникает свет, извините, спайк, в ответ на освещение. Второй тип рецептора. Его можно освещать сколько угодно, он никак не реагирует. Его можно поливать любыми веществами, он никак не реагирует. А если взять на него вот так нажать, то в ответ на изменение давления он ответит спайк. Такие рецепторы называются механо-рецепторы. Они формируют нервный импульс в ответ на изменение давления. Отлично. Третий тип рецепторов. Можно осветить, они молчат, можно нажимать сколько угодно, молчат, можно поливать чем угодно, молчат, а если взять их чуть-чуть нагреть, а вот тогда они ответят спайком. Как такие рецепторы назвать? Терморецепторы. Третий вид рецептора, терморецепторы. Ну и наконец последний, четвертый. На примере четвертых рецепторов построим с вами первую разобранную так вот по деталькам систему органов чувств. Сами потом скажете, какой орган чувств мы с вами получили. Итак, четвертый тип рецепторов будет называться хеморецепторы. хеморецепторы. Ну это про старшую фракцию детвора, которая здесь присутствует. Я не беспокоюсь, я думаю, физику и даже может быть отчасти химию немножко представляют себя. А более младшая публика слово молекулы слышал когда-нибудь? Да. Ага. А то, что все вещества состоят из разных молекул. Ну, так скажем, это неправильная формулировка, конечно. Я же повторяю то, что написано в ваших учебниках всякого природоведения. Ну, во всяком случае, то, что химические свойства всяких веществ будут определяться структурой атомных, молекулярных и емных составляющих. Чтобы вам было понятнее для тех, кто не очень понимает, о чем речь состоит. Пазлы собирали когда-нибудь? Да. Ага, собирали пазлы. Значит, если у вас есть некоторый закон, ну вот пазлы как собираются? Чтобы фигурки подходили по формам друг к другу. В этом случае из таких отдельных фигурок можно собрать большую картину? Можно. Можно. Вот можно как сделать? Можно брать порцию вещества, взяла кусок сахара, порезала пополам. Скажите, пожалуйста, свойства левой и правой половинки куска сахара будут ли чем-нибудь пельчаться? Нет. Нет, совершенно одинаково. Теперь я взяла, пополовинку еще раз пополам порезал. Вот четвертушки будут и пельчаться чем-нибудь? Не, одинаково. Четвертушку еще раз порезал, потом еще раз порезал, еще раз, в конечном итоге получаю такую маленькую частицу, глазами уже не видно. Я вот ее пополам режу. Меряю, левая и правая половинка одинаковые свойства имеют. Ну, у меня очень точный прибор измерительный. А потом взял, порезал и оказалось, что все, ребята. Теперь то, что я разрезал, одна часть имеет одни свойства, а другая уже другие. Вот как назвать минимальную частицу вещества, которая сохраняет все химические свойства большого фрагмента этого вещества? Вот это и есть молекула. Итак, молекула – это минимальная частица вещества, сохраняющая его химические свойства. Отлично. А молекулу дальше можно делить? Нет. Можно. Все как можно. Из каких составляющих частиц единиц будет молекула стоять? Атом. Из атома. Отлично. А вот атом – это мельчайшая частица вещества, которую нельзя поделить химическими методами. Не существует химическая реакция, при которой изменился бы сам атом. Это уже не выйдет. Значит ли это, что атомы совершенно неделимы? Само слово «атом» в переводе с греческого означает «атомос», «неделимый». Название не очень удачно по современному представлению. Потому что атомы очень даже делимы. Как будет называться составляющие атома? Ну, электроны и электроны. А все вместе. Общее название, общий термин. Элементарные частицы. Элементарные частицы. Коих известны сейчас целое море. Вагон и маленькая тележка. Ну и лет 40 назад стало понятно, что элементарные частицы не настолько элементарны. Они тоже состоят из более элементарных кирпичей, которые как называются? Квартир. Квартир. Совершенно верно. Как видите, это очень длинный такой последовательный ряд. Мы уходим все глубже и глубже в микроструктуру материи. Для наших с вами игр, для разбора с нервной системой, вполне достаточно зависнуть на уровне молекулы. Глубже ходить нам не надо. На уровне молекулы остановились. И работаем на этом уровне. Простите, а что такое ион? Семорецептор. Что такое ион? Что такое ион? Давайте. Для этого надо иметь представление о том, что такое положительный отрицательный заряд. То, что на пальчиковых батарейках с одной стороны стоит плюсик, с другой минусик. Это все себе представляют? Да. Ага. А что значит эти значки? Это направление кирпичейского лабора. Полюса. О, как круто. Так, положительный отрицательный заряд. Отлично. А кто может по-русски мне объяснить? А что такое заряд? Тихо, тихо, тихо. Так, по очереди. Мы договорились не оголдеть, а руки поднимать. Так, одну руку пока вижу, других формулировок. Ну давайте, ваша рука была, давайте. А положительный заряд, это из... Это как бы, это недостаточно ли кто-то, а отрицательный заряд заряд, это из выклик. Классно. А вы обратили внимание на вопрос, который вам задан? Я вас спрашивал про варианты заряда, или про то, что такое заряд? Заряд, что такое? Разность в электронах. То есть, если нет электронов, то никакого заряда нет. Нет, будет планировать. Ага, положительный заряд, это просто отсутствие электронов. Нет, да, присутствие права. Так, столк по одной секунду. Тогда вы не дали определения. Так что вы определение ввели через электрон, и тут же оказывается, что есть какие-то заряды, которые вполне без электрона обходятся. Так, ребят, не галдеть руки. Прошу. Это скопление каких-либо заряженных частиц. Ого, классно. Нет, я согласен, что масло масляное. Но определять заряд через заряженные частицы, это такой кучерявый ход. А кто-нибудь еще что-нибудь предложить может? Да, прошу. Я думаю, что это какие-либо возбужденные частицы элементарные. О как! А тогда расскажите мне, пожалуйста, Богу, а что такое возбужденные? Если есть возбужденные, наверное, есть еще и спокойные, да? Но которых не возбудили. А что такое возбужденные частицы? Ну, это и есть те частицы, которые проявляют заряд. О, ребят, классический вариант. Была такая старая книжка, «Кондует и швамбрами». Один из действующих персонажей, младший брат автора, как объяснял, какое утверждение делал. Земля круглая, потому что глобус круглый. Вот вы сейчас совершенно такое определение делали. Значит, заряд – это возбужденная частица, а возбуждение – это состояние заряда. Понимаете? Вы замкнули одну часть определения на другую. Вообще в науке стараются так не делать. Прошу вас. А в чем заряд имеет смысл? Рассматривать, когда есть две частицы, чтобы сравнить зарядную младшему и другую. Отлично. Очень хорошо. Именно так. Значит, грубо говоря, представления о заряде не являются представлениями, присущими одному какому-то предмету. О заряде можно говорить только, когда есть взаимодействие. Есть нечто, что мы присваиваем номер раз, и нечто, чему присваиваем номер два. Так? Значит, и есть некоторая сила, которая может возникать между номером раз и номером два. Как себе представить, ну вот так, чтобы не выводить чудовищную математику, какую картиночку на этом месте можно себе представить? Значит, давайте представим себе вот так. У нас есть некоторая точка пространства. Вот она. Представим себе, что она стоит на месте. Мы вот просто так задали эту игру. Взяли точку пространства и кнопкой пришили сюда к доске. Так? Значит, а другой точке пространства, предписали следующее свойство. Она не имеет права остановиться. Причем двигаться она должна с чудовищной скоростью, соизмеримой со скоростью света. 300 тысяч километров в секунду. Так? Начал. Ну, ясно. Если я здесь поставил, она бжик, и тут же там оказалась за 300 тысяч километров. Но этого не происходит. Почему? А я создал... Это же моя игра. И я какие условия в этой игре создал, да? Значит, есть некоторая сила, благодаря которой первая точка притягивает вторую. Так, в этом случае вторая точка пытаются удрать, но на нее действует сила притяжения от первой точки. Как будет выглядеть маршрут движения второй точки теперь? Да. Понятно, что она побежала по кругу. Когда говорят слово притяжение в русском языке, в бытовом русском языке, имеет в виду два совершенно разных физических процесса, которые лучше, конечно, не путать. Первый вариант притяжения это гравитация. Так, это взаимодействие между двумя телами, обладающими массой. Если вам на ногу упал кирпич, то это результат действия как раз гравитация. Почему? Масса кирпича притянута к массе земного шара. Отлично. А вот это вот вариант другого притяжения. Здесь масса этих тел ни при чем. Как назвать такое притяжение? А это притяжение электростатическое. И для того, чтобы как-то назвать вот эти свойства двух тел, которые притягивают друг друга, ну, могли бы сказать, что это тело мы называем красным, а это зеленым. Могли бы сказать, что это тело мы называем хорошим, а это плохим. Либо это тело мы называем кислым, а это назовем орким. Но назвали иначе. Назвали, что это тело мы назовем положительным и обозначим знаком плюс, а это тело назовем отрицательным и обозначим знаком минус. Это то, что, извините, то, что плохая, положительная точка. Это как бы сейчас... Слово положительное в данном случае это условное имя, не более того. Электронное. Ну, то, что вокруг ядра, на атома. Так, стоп, давайте смотреть, что у нас в центре оказалось, плюс или минус? Плюс. А заряд у электрона какой? Минус. Минус. Вот он электрон. Электрон никогда не останавливается. Движение электрона с гигантской скоростью происходит. Улететь куда-то в сторону он не может, потому что его как раз электростатикой притягивает ядро. В центре ядра сидит частица с положительным зарядом, которая искривляет траекторию электрона. Электрон вот так вот вокруг. У нас в окружении множество электронов и даже множество внешних слоев. У нас это где? Ну, везде. Поясните свою мысль, я немножко вас не понимаю. Множество электронных слоев, у нас много электронов. Вы размер системы более-менее представляете? Какого размера то, что я нарисовал здесь на доске? Ну, а микроны... Какие микроны, народ, вы не шутите? Микроны – это очень большая единица в состоянии, это тысячная миллиметра. Какие нанометры? Вот что значит, что вы привыкли говорить слова, не задумываясь о том, что они значат. И как одни единицы расчетов переводятся в другие единицы. Вы когда сюда подходили, видели размер здания Московского университета, в котором вы сейчас находитесь. Отлично. А теперь представьте, рядом с этим зданием песчинка лежит. Представили себе, да? Значит, вот теперь, если вы возьмете эту песчинку и увеличите до размера Московского университета, то вот эта система будет меньше песчинки. Меньше. Значит, размеры здесь исчезающие мало. Так? Линейные размеры потом, если захотите вам дать могу, сейчас это не настолько важно. Важнее всего, что себе представить. Вот эта массивная часть, пребывающая в середине системы, будет называться ядро атома. Ни в коем случае не надо путать с ядром клетки. Ядро клетки под микроскопом увидеть можно? Спокойно. А ядро атома? Да? В другом сне нельзя представить себе такой микроскоп. Да? Значит, миллиарды, миллиарды ядер атомов внутри одного единственного ядра клетки. Так? Значит, теперь, вот та пурга, которую несли вокруг многих слоев электронов, и так далее. Давайте с этим разберемся. Вот у нас есть так устроенный атом. В центре положительно заряженная чтица, которую называют протон, P+, по орбите летает с гигантской скоростью отрицательно заряженная чтица электрон, E- славно. А как то важно, как диаметр гидра соотносится с диаметром электронного облака. Пример. Чем больше электронов и тем больше диаметра гидра. Это классно. А если, я попрошу вас сравнить по абсолютно величине эти диаметры. А у нас пока нет следующего. У нас пока один единственный электрон. Это, скажите, какую долю объема, и какую долю, поскольку рисунок плоски, какую долю площади на схеме атома должно по-настоящему занимать ядро? 80. О, То есть вот в таком атоме вот такое ядро. Чуть меньше. 10. 10. Ладно. Стадион Блужники, представляете себе? Да. Классно. В стадионе Блужники футбольное поле есть? Да. Есть. На футбольном поле стоит отметка в центр футбольного поля. Размерка. Не мячик, вишенку. Вот положите вишенку в центр футбольного поля, тогда весь стадион Блужники будет вот этой диаметром вот этой орбиты, а вишенка это ядро. Значит, понятно, что ядро занимает исчезающую малую долю этого объема. А все остальное это электронного поля. Кстати, вопрос. А что находится между вот этой орбиталью и ядром? Вот это 3 месяца что? Здесь я ставлю косой крест. Что здесь? Ну, как бы размазан, это очень клевая модель. Значит, причина-то понятна, почему. Скорость движения безумная, а объема исключительно мало. то есть за любую бесконечно малую дницу времени электронно успевает побывать в любой точке орбита. Разумеется. Правильно это так и говорят электронный газ. Хорошо. Ну, хорошо, а вот здесь что? Здесь уже нацеление а нету. Не завезли. А здесь ничего нет. А как в физике называется ничего. Лакум. Отлично. То есть берем мы вещество, да? Значит, каждый атом размером со стадионом внутри висит ядро размером с вишню. Как по-вашему. А у атома вес есть какой-нибудь? какой-то есть, конечно. Но, как ваше, что весит больше? Вот это гигантское облако или огромное ядро? Ребят, практически вся масса атома здесь в ядре. Отлично. Теперь я беру двухпудовую чугунную гирю. Вот, я взял это, поднял, поставил. Классно. Значит, вообще чугун из атома состоит? Нет, из атома сплава. Отлично, а сплавы не стоят? А мы засыпаем. Так, ну, могут быть атомы, ионы. Ионы это атомы, которые их потерял один электрон или несколько электронов, или наоборот, новый сцепил лишний. А, ион. пишется вот так. Нет, на самом деле, раньше написали через экрактор. Значит, ну, отлично, возвращаемся к чугунной гире. Вот она, 32 килограмма, славно. Как по-вашему, на 99,9% из чего состоит это чугунная гиря? Из вакуума. Из полной пустоты. А что же весит 32 килограмма? А вот это сумма массы ядов. на самом деле масса системы сосредоточена в ядовках. Ну, ребята, это мы очень далеко с вами ушли от темы нашей сегодняшней. Значит, ну, вот, немножко потолковали о структуре речиства. Давайте все-таки поближе к нервной системе движемся. Итак, нервный импульс представляет из себя поток заряженных щитиц, как мы говорили. Значит, вот мы разобрали в ответ на какие воздействия разные нейрончики могут формировать нервные импульсы. И я пообещал поработать поподробнее с хеморецепторами. Отлично. Берем мы такую плетку. Вот она. И у меня длинный отросток есть. Это хеморецептор. И если в распоре вокруг этого хеморецептора появляются отдельная молекула молекула сахара. Так? Значит, здесь стоящие молекулы, приемники сигнала меняют свою структуру. В ответ на это изменение рождается нервный импульс, который пошел на переработку информация. Отлично. Рядом стоит очень похожая нервная клетка, только вниз слегка другие приемники сигнала. На сахар они никак не реагируют. Зато они отреагируют на химия чтица обозначается знаком протона P+. На самом деле то, что вы называете кислотой и то, что вызывает у вас кислый уз во рту. Это растворы как раз повышенной концентрации протона. И есть у нас такой нейрончик, который дает спайк, дает ответ только в ответ на повышение концентрации протона. Сахар его не интересует никак. Рядом стоит нейрон хеморецептор, который не будет реагировать ни на протоны, ни на сахар, а он отреагирует на развалившиеся, отделившиеся друг от друга детали соли. Кто знает химическую формулу поваренной соли? Натрий О, совершенно верно. При растворении в воде соль развалится на положительно заряженные ионы натрия, отрицательно заряженные ионы плора. Ну и вот этот нейрончик отреагирует на такие отдельные появившиеся ионы. Значит, ребята, одну секунду, на какой орган чувств с вами здесь уже почти совсем построено? Орган вкус, конечно. Им надо организовывать вкусовые сосочки, которые находятся у вас на поверхности языка. Осталось добавить еще один тип. Значит, нервные клетки, которые будут возбуждаться, под действием веществ, которые называются гликозиды. Но вот они уже ни в каком школьном учебнике вы не прочитаете. Гликозиды. С химической точки зрения, как это ни странно, гликозиды ближе всего к сахарам. Молекулы очень похожи на молекулы сахара. А теперь я скажу, где гликозиды содержатся в большом количестве. О большом количестве они содержатся в хренье, в горчице, в соке одуванчиков, иногда в шкурке огурца. И вот если вам попался огурец с высокой концентрацией гликозидов, вы его съесть сможете? Нет. А что надо с ним сделать, чтобы он нормально съесть? Срезать шкурку. Гликозиды в огурце только в шкурке накапливаются. Какое ощущение у вас вызывает гликозиды? Гликозиды. Да. Значит, восприятие этих веществ рождает у вас ощущение горечи сильнейшего. И вот все оттенки куса это комбинация сигналов под этих четырех типов рецепторов, которые будут. Хорошо. Итак, на основе работы хеморецепторов у нас с вами два разных окон чувств построены. Какие два разные? значит так называются эти формы чувствительности обоняние и вкус. Итак, и обоняние и вкус являются вариантами хемы чувствительности. Отлично. А на основе фото чувствительности у нас какая система восприятия? Ну, все зрение естественное. Все зрение естественное. Хорошо. А механу чувствительность что нам дает? Во-первых, связание. А ну-ка еще. Больше. Больше. терморецепторов нет-нет-нет-нет. У нас отдельно терморецепции. Вы же поделили механу и терморецептор. А мы сейчас про механу спрашиваем. Еще раз? Равновесие. О, кстати, вы правы, там действительно ощущение равновесия ориентации пространства это отличное замечание. На основе работы специализированных механорецепторов. Конечно. А еще? Слух. Слух. Что такое звуковая волна? Что такое звук вообще? Что колеблется? Молеков всегда колеблется не в этом дело. Ребята, это волна уплубого сжатия, которая в среде распространяется. Опять фронт сжатия воздуха, за ним фронт растяжения воздуха. Опять фронт сжатия растяжения и так далее. То есть фиксированные точки пространства у вас давление, то возрастают и попадают. Если мы в эту точку ставим чувствительный механорецептор, будет он реагировать на сжатие, на увеличение давления и понижение? Ну вот вам рецептор звука. Так что наш слух он здесь же. А термочувствительность характерна для каких наших ощущений? Во-первых для осязания конечно. в качестве важного компонента осязания. А во-вторых есть простой достаточный эксперимент. Если вы купили порцию мороженого, которое проморожено камень, и вам удалось отгрызть кусок. Значит при этом да, вы вкус почувствуете? Ничего вы не почувствуете. Дело в том, что для ощущения вкуса необходимо одновременное срабатывание не только хеморецепторов, но и механорецепторов. Так что ощущение вкуса у нас очень сложное, комплексное. Так вот это мы немножечко разобрались с классификацией рецепторов приемников сигналов. Теперь вопрос, ну а зачем же они принимают сигналы? Просто ради интереса? Нет. А зачем? Для информации заключения. Хорошо, но набрал информацию, зачем она мне? Для регуляции действий. Павелик, ну давайте посмотрим, как можно представить себе простейшую систему, которая будет использовать эти сигналы. Ну во-первых, для простоты мы широко будем пользоваться такой аналогией. Так, когда входишь в метро, то прислоняешь к турникету магнитную карточку, в ответ на которой турникет будет открывать вам дверку. Хорошо. А если туда будет ломиться человек без всякой карточки, не пропустят, отлично, а старый турникет, помните, у которых были не вот такие дверки, а вот так вот они работают. А зачем там лампочки горели? Внутри, поперек прохода? Лампочки с того сигнала, если с того сигнала прорываются, то они с того сигнала. Именно так. Так вот, на самом деле, вот такой ход реле можно считать очень хорошим аналогом простейшего зрительного рецептора. По действиям светового луча в ход эпиотики возникал небольшой электрический ток, сигнал добрабатывался потом простейшим образом, и мог вызывать закрывание или открывание вот этих верок. отлично. Попробуем на такой системе построить некоторое управление. Итак, берем рецептор чувствительный к определенному сигналу, присвоим этому сигналу номер один. Итак, есть сигнал номер один возникает в мире, рецептор сформировался и передал нервный импульс на мышцу исполнителя. Вот эта мышца ни в жизни не будет сокращаться без электрического сигнала. То есть абсолютно необходимое условие сокращения любой мышцы это приход к этой мышце сигнала от нервной клетки. Именно спайки управляют сокращениями мышцы. Славно. В результате если сигнал от рецептора сюда не пришел, мышцы работают или нет? Нет. Не работает. А если пришел? Работает. Ну получили мы возможность управления. Подали сигнал и у нас началось что-то крякать или что-то крутиться. Классно. Хорошую получили управляющую систему. А в чем недостатки ее? Потому что мышца если дали определенный сигнал она будет делать это вне зависимости от обстоятельств. Правильно. Потому что никакую дополнительную регуляцию в эту схему вставить нельзя. то есть схема работает по какому принципу? Либо есть ответ либо нет ответа. У нее всего два возможных состояния. Это понятно? Да. Еще какие замечания? Именно так. Совершенно не важны характеристики этого сигнала. Значит неважно какие здесь идут другие воздействия мышцы имеют только один единственный вариант ответа. Согласны? Можно таким образом строить хотя бы минимально сложное поведение? Не выйдет. Попробуем усложняться немножко. Вот у нас приемник сигнала рецептор. А этот рецептор передает сигнал не сразу на мышцы не сразу на действующего участника а передаст еще на один нейронич который уже погонит сигнал на мышцы. Что даст такая вставочка? Даст некоторую возможность. Дело в том, что можно вот сюда подвести не один рецептор, а допустим несколько разных. р1, р2, р3. р3. Чем отличаться будет работа первой схемы и второй схемы? Можно более комплексно. С вашей точки зрения? Можно будет поставить полный экологический алгоритм. То есть допустим, если R будет принимать сигнал, что нужно реагировать, а R1 будет принимать сигнал, что не выйдет. Пока не выйдет. Пока с алгоритмом не выйдет. Дело в том, что как система работает. Для каждого нейрона на самом деле возможны всего два состояния. В этом отношении система исключительно описывается хорошо двоичным кодом. Возможно состояние возбуждения это когда нейрон гонит ответ. И состояние торможения это когда нейрон блокирует прохождение следующего сигнала. Больше ничего нейрон делать не умеет. То есть он может находиться в состоянии ноль и в состоянии единиц. комбинируя эти два состояния можно делать сколь угодно подробную длинную информационную запись. Если немножечко в дальнейшем разберетесь с двоичным кодом поймете тогда как это делается. Сейчас у нас такой задачки просто нет. Пока никаких сложных алгоритмов прописывать нельзя. Не на чем. Но теперь эта система будет отвечать на один единственный тип сигнала или нет. Понятно что здесь мы поставили один тип рецептора здесь второй здесь третий здесь четвертый В результате возможность реагировать на разные варианты сигнала получилась. Так? А если вот здесь вообще не на рецептор выведем сигнал это будет особый нейрончик который не имеет отношения к рецептору так а относится так так называемым высшим управляющим центром что это такое мы с вами будем на следующем занятии разбираться высшем управляющем центре откуда они берутся но пока так условно скажем это то что вы имеете ввиду когда говорите я я хочу я собираюсь я могу и так далее вот это ваше я вот ваше я вот скажите для того чтобы вскочить если вы сели на кнопку нужно ли какое-то особое для вас усилие воли принятие решения полное осмысление ситуации и так далее а более того если я проведу очень быструю съемку рапидную съемку и просмотрю что произойдет раньше раньше вы начали вскакивать с кнопки или раньше у вас появилось ощущение боли на лице как да конечно движение ваше вскакивание начнется до того как вы ощутили боль значит по какой причине а вот по какой причине рецептор принял сигнал и без всякого отношения к вашему я вот дорожка прохождения сигнала сразу исполнение сигнала прошло вашему я потом расскажут что было нарушено так значит хорошо ну а теперь представьте себе вы страшно хотели попасть на прием к английской королеве Букингемский дворец была у вас такая цель жизни и вы изо всех сил к этому стремились выиграли сто пятьсот конкурсов все попали значит вот сейчас начнется прием скажите пожалуйста будете ли вы посреди Букингемского дворца куда вы всю жизнь стремились вскакивать орать там дрыгать руками ногами и так далее не будете не будете что произойдет произойдет вот что хорошо вот так ваш сигнал пошел повреждение нанесено но оно не пройдет на уровень действия почему кто его заблокирует ваше дело как только мы ввели вот такую дополнительную пересадку возникла возможность вмешиваться в реализацию программы в частности отторможивать ненужные действия заблокировали неизбежную иначе реализацию так ну а для того чтобы ведь возможно какая ситуация может быть чтобы вам одновременно захотелось и родителей не огорчить так и все-таки смотаться в кино с уроком бывает такое дело бывает называется конфликт и туда хочется и сюда хочется значит в конфликтной ситуации как правило можно ли сделать два действия одновременно не не выйдет значит приходится что-то выбирать и планировать вот для простейшей планирующей машинки цепочки из двух нейронов не хватит необходим будет третий участник так в следующий раз мы немножко с вами получимся строить как раз схемы собирая которые из нейронов можно будет получить простейшие решающие действующие системы называются такие схемы будут нейронные сети так принципы их строения не настолько и сложны порешаем задачки на нейронные сети разберемся с тем что такое простейшие формы памяти вообще как можно что-то запомнить как происходит запоминание значит и что такое разные простые формы реагирования необыча необыча как необыча Продолжение следует...